Видали и похуже. А вот Надежде Ивановне эта протечка в ванной спокойно спать не дает. Краска облезает из-за промочки, которую пенсионерка списывает на плохой канализационный стояк. Но обиднее всего в этой истории то, что в 2017 году в доме проводился капитальный ремонт инженерных сетей. К бабушке даже приходили рабочие, которые подтвердили, что заняться тут есть чем. Посмотрели, сказали, да, тут подход очень удобный, тут даже разметку не надо делать. Все по плиткам можно тут делать работу, чтобы вынуть унитаз тут не так трудно и в стену соседнюю провести этот переход. На том и осталось. А потом вот недавно позвонила в капремонт, организацию. Там ответили, что не было доступа. На что я им сказала. Как это доступа не было, когда трубы проводили, отопление, доступ был. Почему в канализации не было? 35-40% всех работ в региональной программе приходится именно на капитальный ремонт инженерных сетей. Он включает замену труб системы отопления, холодной, горячей воды, электрики, газоснабжения. На строителей 51 стоимость работ составила 4 миллиона 800 тысяч рублей. Подрядчик на эти деньги заменил трубы отопления, холодного, горячего водоснабжения, элементы канализации, расположенные в подвале. Мы делаем капитальный ремонт общедомовых сетей, общедомового имущества. Общедомовое имущество конкретно в инженерной сети – это стояки и подводки к радиаторам. В подвале лежаки, системы отопления, канализации, холодной, горячей воды. Например, радиаторы в квартире у собственника – это при наличии запорной арматуры, это личное имущество собственника. И замене не подлежит в рамках капитального ремонта. Радиаторы в подъезде – это общедомовое имущество, обслуживают несколько помещений, несколько квартир. Является общедомовым имуществом, мы меняем в рамках капитального ремонта инженерных сетей. В канализационный стояк, из которого подтекает в квартиру Надежда Ивановна, действительно не трогали. Чтобы провести данный вид работ, нужен стопроцентный допуск во все квартиры, которые пользуются данной трубой. Если кто-то не пустит, это будет проблемный узел. Мы не возьмемся за этот стояк, это 100%. Гарантию 5 лет ни один подрядчик не будет нести за это соединение. Поэтому в рамках капитального ремонта либо жители должны пустить сверху донизу в стопроцентном объеме, либо мы меняем только лежаки системы. А стояки уже локально меняют управляющие компании где-то такие соединения. Попасть к соседям Надежды Ивановны не получилось. Она нет и капремонта нет. Хотя специалисты не исключают, что именно жильцы сверху повредили стояк в результате некачественных работ у себя. Миссионерка убеждена, что это отговорки фонда. Ведь когда она попыталась узнать, кто не пустил мастеров, ей назвали номера квартир, которые к данному стояку не относятся. Теперь бабушке нужно обращаться к управляющей компании. Как бы двусмысленно это ни звучало, специалисты фонда капремонта утверждают, что протечка носит текущий характер. Елена Белова, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова.